Народ, всем привет, всем здравствуйте, доброе утро, вот решил перед работой записать для вас видео. В общем, сегодня будем сравнивать, как вы уже поняли, 60 ТП и ИС-7, и на самом деле сравнение будет очень интересным, потому что теперь у этих двух танков есть сердечники. И, кстати говоря, по форм-фактору они очень и очень схожи. Итак, быстренько пробежимся, ребят, что же произошло с ИС-7? Ему повысили ХП, и теперь этот параметр составляет 2550. Дальше, если я не ошибаюсь, то улучшено пробитие на подкалибере, то есть на Галде, сейчас он 320, и я считаю, что это здорово. Но вот на ББшках стало хуже, ну, буквально там вроде как на 5-4 мм где-то. Дальше, этому танку, к сожалению, ребята, понизили максимальную скорость, теперь она 42 км в час была 45, а до этого, ребята, была вообще 50 км в час, и ИС-7 был очень быстрым. Также этому танку, к сожалению, ребята, мощность двигателя сделали чуть хуже. Ладно, теперь переходим, ребята, к поляку. И поляк, ну, я на самом деле делаю ставки именно на этот танк, но посмотрим, каковы будут результаты после того, как мы с вами их сравним. Итак, что же сделали с поляком? Также увеличили количество ХП, теперь этот показатель у него 2600. Вот, дальше, разовый урон увеличен, пацаны, разовый урон увеличен, 630, ребята, на подкалиберах у него стало, на кумулях 550, и на фугасах 720. Время сведения снижено, и сейчас оно составляет 5 секунд. И комплект снарядов, это вот из основного он изменен, то есть подкалиберы, как основной тип боеприпаса, а была ББшка. Ну, вот как-то так. Увеличена перезарядка, ребята, сейчас она составляет 1493. Это как бы, ну, многовато. Но все равно, ребята, меньше, чем у Е100. Дальше. И пробитие ослаблено. Пробитие у нас составляет на кумулях 315, на подкалиберах 252. Пробитие, ребята, на основном типе боеприпаса точно такой же, как у ИСа-7, если я не ошибаюсь. 315 на кумулях, это, наверное, примерно то же самое, что 320 на подкалибере у ИСа-7. Ну, ребят, для чего, вы думаете, все это происходит? Да для того, чтобы эти танки играли, ребята, на первой-второй линии и не стояли где-то сзади, там, не выцеливали с кустов. Здесь, кстати говоря, ребята, урон 460. Ну, это прям заметно и ощутимо меньше, чем у 60ТП стал. ББшки пробивает у ИСа-7 лучше. У него ББшки. У ББшки у ИСа-7 будут круче, чем подкалиберы у 60ТП. Еще с меньшим пробитием. Ну что, я думаю, что мы, наверное, начнем с ИСа-7. Посмотрим. Так, древние пирамиды. Я вчера взял все-таки, ребят, мастера на стриме на этом танке. И впечатления только положительные от ИСа-7 остались. Так, три тяжа у нас и три тяжа у них. У них Яга, наверное, сильная. 50Б, Сотка и К-91. А у нас две девятки. Ой, на форсаже. Какой страх. Я думаю, ехать туда или попробовать посмотреть ближе все-таки к ТТ-флангу. А, у нас Фочинский туда ехал. То есть, я не один туда еду. Ну, видишь, ТТ нету на центре. Ну, вот видишь. Ну, вот видишь, да? Ну, вот. Все соответственно тут. Очень странная раскатка, ребята. Все с правой стороны абсолютно. Смысл мне какой оставаться? Я думаю, никакого. Чем думают игроки? Просто на фланг тупо. Просто в тупую едут. Вы не можете добить Е-59 уровня? Е-75. Обалдеть, какой он быстрый. Неприятно, ребята, впитывать от барабана. Усеница восстановлена. Можно ехать. Есть пробитель. Каждой тычкой, ребят, пробил. Просто тупо каждой. Ой-ой-ой-ой-ой, с перком. Так, нет-нет-нет, даже не думай, ФВшка. Не думай. Отлично. Успей отдать. Должен. Ха-ха-ха-ха. А-а-а. Так, бабулечка, я хочу по тебе дать тычку, чтобы у меня был какой-нибудь приемлемый урон настрелянный. Прекрасно. У них остался кто? А где у них сотка? Вы видели ее? До сих пор просто ползает непонятно где. Ну, это типа нашего фача, ребят, походу. Нет, это круто. Я думал, что мы проиграем. Это прям здорово. Ой, афк? Да я вижу. Я хоть и на ИССИМОМ, но я вообще не успеваю. Да, мне надо было просто дальше, то поехать по тому же флангу, где я и был. Форсаж бы ему какой-нибудь. Ой, как же тебя раздамаживаю, друг. Нет, не успел. Можно было кинуть вертуху, но вот такой вот первый бой. Фикс с ним. Ладно, ребят. Что, бывает. Хоть выиграли. Может быть, во второй карточку повезет. Ну, 2 900 как бы. Ух ты, ну у нас Леопард прям хорош. Посмотри, что он сотворил. 48% в 5200. 5200, ребята. 48%. Только, пожалуйста, не надо меня долго балансить. Очень прошу. Спасибо. Так, Химмельсдорф. Сейчас я посмотрю на сетапчик. Ну, у них 3 СТ. Я сейчас посмотрю, куда наши поедут. В принципе, можно помочь им, наверное, ЖД. Погнали. Ну вот, видишь, тем более, те же тоже едут помогать. Поэтому 100% едем на ЖД. Так, ну смотри, я быстрее Хэвика, я быстрее Миля. Это радует. То есть, игрушенность все-таки осталась, ну, на приемлемом уровне. А, не попаду же. Нет, извините, попал. Я плохого мнения, блин, об ИСе, походу. Вот в тебя бы дать еще тычку. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. О-о-о-о! А вот это нормальный подгон. 917 взрыв БК. А как... Подожди, а как он в него стрельнул? Если он вообще за этим, за домиком стоит? Ну, не за домиком, вы поняли. За вагончиком. Хорош. Так, еще 500-очка. Очень зря у них ТТ так сделали, ребят. Очень зря. У нас еще... Почему Миль там за ним остался? Объясните мне, пожалуйста, что он ждал? Если уж все вместе едем вперед, то едем вперед. Лео, да ну отойди ты. Прекрасно. Ой, прекрасно. Я тащусь от ИС-7, что-то прям в этой обнове он мне нравится. Он, конечно же, ребят, по-прежнему косой, но он какой-то прям прикольный стал. Вот в этом бою вообще ноль промахов. Просто вот тупо ноль. Ай. Вот это очень часто, ребят, бывает, что я просто не доворачиваю башню и не успеваю выдать урон. Выдаю куда-нибудь с левой стороны в какую-нибудь землю, в какой-нибудь куст. Так, ну ладно. Первые там 2900. Ну, практически трешка здесь. Сколько у нас получилось дать? 3800. Ну, что-то такое, да. Что-то такое приемлемое. Супертанком для настрела я, конечно, его назвать не могу, но все равно приятная машина. Итак, теперь посмотрим 60ТП в сравнении. Я, блин, что-то забыл, что ему так нерфанули пробитие. 252 на кумулях 315. Ой-ой-ой. Ладно, вперед. Надеюсь, ребят, некогда любимый танк сейчас будет, ну, явно не хуже, чем был. Это мои надежды, ребят. Просто очень сильно смущает. Его подкалиберы, как основной тип снаряда, да еще и с пробитием. 252, это хуже, чем у ИСа 7. Вот. И кумули, как бы, 315, это, мягко говоря, не лучшая голда. Мы сотку уже в башню так спокойно, например, пробивать не будем. Особенно, если она доворачивает, если какой-то угол есть. Ну, в общем, вы поняли. Можно было бы, кстати говоря, тут на СТ направлении проехать. О-о-о, Виталик, ребята, что-то ждет. Уйди, уйди, пожалуйста. Одна ПТ это радует? Сможем оформить, ребят? Не, не сможем, уже не успели. Спасибо. 769. Альфа 630, это что-то с чем-то, конечно. О-о-ой-ой-ой-ой-ой. Прям приятно. О-о, смотри, смотри, что он делает. А зачем ты так? Во! Ну, я знал, что, ну, как он мне пробьет в башню снизу вверх. Поэтому лучше стрелять в того, кто вот стоит прям и подставляется. Вот это плохо было. Вот это было очень плохо. Бахмалочек. А почему он в меня? Вопрос. Просто вопрос. Можно, пожалуйста, ответить на него? Какой, какой ужас, просто. Какой же ужас. Обидно, я тут отлетел. Еще мог бы давать урон. ВК-7201 просто спокойным образом проехал. Его даже никто на него не взглянул. И 7 наш. Посмотри. Он пробил бы эту плашечку. Нет, команда, ребят, просто вот если вы посмотрите на них вот со стороны, это что-то уникальное. Ладно, трешку я вроде бы успел дать. Отвратительный бой, мне не понравился. Как первый бой, я его... Я его не прощаю, надо вторую каточку. 3,295. Пока 60П, ну, приятная машина. Приятная, нормальная. Если играть вот как до Кастилья, ну, достаточно на близких дистанциях, ну, по большому счету пробития будет хватать. Тут ТТ-шки, да? Давайте налево поедем. Четыре тяжа. Да куда? 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 Да куда же вы едете? Ну, почему вы туда едете? Ой, это какой-то... Как будто я на Евросервере, ребята. Со ста боями примерно оказался на 10 уровне. Проджетто 65 не видишь, что у нас все баклажаны с правой стороны? Мне просто интересно. Ой, блин, сотка тут и 60ТП. Тут будет тяжело, конечно, их пробивать. Ну, наверное, нужно прям вот поджаться вот к второму поляку. Так, ну, про Джетто. Ну, а на самом деле оно и было понятно. Что будет так? Не нравится мне плохо настроенный... Ты что, обалдел, что ли? Куда ты меня так пробиваешь? Посмотри, просто в краешек. И нормально все зашло у него, ребята. Вроде не пробили. Охренеть можно. Вообще, вообще никуда. Вы видели? Вообще никуда я сотку под углами не шью. Абсолютно. Офигеть, как это тяжко. Танканье. Ну, танканье, пожалуйста. Танканье. Спасибо. Почти. Почти танканал. Да-да-да-да. Нет, ну нет. Ну нет. Ну нет. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Сваливать, сваливать, сваливать вниз. Низ-низ от башни как-нибудь играть. Доигрывать. его я надеюсь заберут отлично а то думаю сейчас сзади прилетит какая-нибудь приколюха да ты от меня мне еще нужно 3000 дать урона 674 я надеюсь что он не а второй . яга пожалуйста проснись посмотрю сюда уху как ты вовремя чувак спасибо тебе насколько ж ты вовремя ну сорян что-то на 60 по тяжеловато в этом противостояние было надеюсь что мы хотя бы выиграем на 60 тп за счет того что у него больше альфа и более длительное когда теперь и худшее пробитие нужно прямо сконцентрироваться чтобы выдать вот этот вот выстрел с пробитием особенно если ты подрубаешь сердечники то есть цена цена не пробития промаха она слишком высока потому что очень сильно конечно же зависит в итоге и на твой средний урон по танку и на твои результаты в бою поэтому тут вот очень аккуратно так остался сотка за которым я собственно грей ехал уж извините что есть то есть нет смысла показывать вам лучшие бои какие мы там на вот например на и 7 я же не показал вам вчерашний бой как где я дал там 6000 урона по моему с четырьмя фрагами но потому что как бы не далеко не каждый бой на этом танке такой а он кстати говоря сотка он даже с места не сдвинутся вонут как вот тут стоял он так и стоит фантастика он фугасами его сейчас может забрать неужели евгений на яге сделал свое дело весьма тоже странный применение ягд панцерги 100 конечно искусств но да ладно в общем на с вами три а три с половиной даже ну чё то как-то тонканули тычки 3 так точно 2 знак классности я уверен что я на первом месте по урону ребят да я на первом месте но по урону вот 60тп кто поехал ну вы помните кто поехал вот просто сломя голову вперед что я могу сказать ребят странно но наверное сейчас вот я бы порекомендовал наверное поиграть сначала на и се седьмом слушайте очень странно от меня это звучит но я считаю что и 7 наверное будет предпочтительнее у вас в ангаре ну вот серьезно ну чё то вот косоватый 60тп прям стал правда медлительный косоватый еще без нормального пробития ну по крайне мере ребят это первое впечатление о танке я его после 10-3 не выкатывал вот только сейчас вот вы конечно делайте вывод самостоятельно пишите обязательно свое мнение в комментариях что думаете по поводу 60тп но он прям капец какой стал непробивающим народ вот у меня на этом все огромное спасибо за то что посмотрели это видео до конца поставил лайк ну и конечно же подписаться на канал всем пока